привет ребята я думаю догадались уже по названию что это сабвуфер купил его алексей покупать решил у меня поэтому я его нашел доставил и спросил разрешение на обзор человек разрешил сделать обзор поэтому сделаем давайте распаковку посмотрим как собран сабвуфер из чего он сделан и как упакован упакован в пенопласт комплектуется вот такой наклейкой dl audio и гарантийным талоном коробку что-то я вскрыл снизу зачем-то не знаю наверно у меня еще температура до сих пор выглядит динамик более чем серьезно огромная губище но у меня на ультиматумах если не ошибаюсь похожая стоит небольшого размера диффузор двойная оранжевая строчка композитный колпак что-то типа кевлара довольно таки крепкий если на него сильно давить начинает хрустеть ну крепкий слышно да написано феникс by dl audio то есть название этой серии феникс я не знаю правда сколько их там штук но по-моему пятнашки даже есть в общем алексей выбрал вот такой вот сабвуфер большая такая резинка со штамповками dl аудио есть и фуза бумажный да как понятно по моему если не ошибаюсь называется такая корзина тиай такие квадратные спицы тут вот ступеньки ребра она имеет вентиляцию эта корзина имеет стандартное крепление для проводов можно сюда болтами крепить клеммы можно сюда притягивать вот так вот провода потому что в данном случае динамик комплектуются проводами сразу и они сразу припаяны к подводящим то есть здесь никаких клемм нету у вас сразу идет готовый провод вам останется только его зачистить и скрутить большая катушка размер катушки 3 дюймовый на коробке указана эта информация заявка номинальной мощности у этого сабвуфера 1500 ватт две катушки по 2 ома то есть вы можете подключить либо в 4 либо в 1 ом довольно таки жесткие шайбы подозреваю что здесь пакет из двух наверно скорее всего шайб к сожалению этой информации нигде нет разобрать его не могу потому что это чужой динамик ребята человек за него деньги уже заплатил и он его забирает что я могу сказать выглядит очень серьезно огромный магнит очень жесткая резинка снять мне и она не получится два огромных просто фланца гигантских посмотрите диаметром примерно 180 миллиметров есть огромное вентиляционное отверстие если я не ошибаюсь ничем не закрыто дотянуться я не могу мне пальца не хватает вроде бы не закрыта и еще 6 дополнительных вот таких отверстий и также еще раз показываю вот здесь есть дополнительная вентиляция в которую видно катушку давайте вам покажу поближе это все дело включу фонарик на камере рассмотрите поближе потому что изделие довольно таки серьезно хочется вам показать поближе лёха я надеюсь ты это все тоже посмотришь потому что это все делается еще и для тебя так как ты эту посылку получишь не скоро я думаю где-то через недельку может быть если повезет вот такая вот обмотка там в катушке еще видите да отверстия есть дополнительный вот так вот это дело все собрано кстати шайба не хрустит хотя очень тугая но не хрустит пробую пальцами разминать у меня это не особо получается надо будет им давать герц 10 разминать этим динамиком слушать на маленькой мощи чтоб ход был вот такая шайба видите раз два три 4 5 6 волн получается 7 приклеена хорошая сборочка нормальные такие материалы вполне вы корзина мне вот довольно таки нравится такие корзины единственно не забывайте если вы большой слой дадите здесь материала то есть больше где-то 5 сантиметров у вас окна перекроется практически напрочь и воздух будет идти только вот отсюда на толщину вот этой спицы то есть мы эффективность довольно таки сильно упадет самого сабвуфера это просто для тех кто там первый раз или второй раз то есть два слоя фанеры еще более менее лучше один автор во втором слое делать потай то есть динамик чтобы был утоплен в первый слой фанера ко второму уже прикручивался таким способом достигать жесткости крепления это просто если вдруг кому интересно была такая информация вдруг сейчас пришло в голову поэтому поделился прикольные провода на скидку шестерка примерно не силикон а что-то другое какая-то оплетка на резину больше похоже интересная такая ну это кайф что есть провода в комплекте их не надо уже покупать по крайней мере в таком огромном количестве примерно здесь у сантиметров может быть по 50 проводов на коммутации уже не надо покупать точно вот на то чтобы вывести из короба уже понадобится вот такой вот ребята сабвуфер надеюсь вам было интересно смотреть к сожалению послушать его не получится потому что это чужой единственное что я могу его попробовать подключить просто там от усилителя чтобы он побубнил немножко герцах там на 10 или что-то подобное как вы смотрите вообще на это есть смысл пока я думаю подключать или нет напишите свое мнение в комментариях прикольно смотрится вообще я думаю много машин в этом году будет на таком железе довольно таки интересная моделька а 40 Гц, ребята. Мощи тут нет особо. Чуйка хорошая у САБА. Но мощу ему надо однозначно. Так, 45. Уход где-то миллиметров 5. Но уже громко. В помещении громко. 50 Гц. 55 Гц. 60 Гц. 28 Гц. Намного заметнее, да, стал ход? Камера успевает. Получается 28 колебаний в секунду. А камера снимает 60 кадров в секунду. Или 50. Ну, практически. Практически успевает 2 колебания снять. За промежуток времени. Вот такое у меня тут питание, ребята. Все очень опасно. Все ради того, чтобы вам все это показать. 62 А кушает секция 180. Питание стабильное. Но вот надо иногда подзаряжать ее. Что я могу сказать, ребят. Чуйка на высоте. Рекомендую. Усилок 1800. 2000 Ватт на него. В 1 Омс заявкой. Ну, если возьмете 3500, я думаю, хуже не будет. Главное, контролируйте гейн. Гейн для этого и нужен, чтобы выставлять нужный уровень мощности, летящий на динамик. И контролировать искажения. Чтобы у вас не было ни клипа, ни просада большого. Сабвуфер достойный. Чуйка хорошая. Несмотря на жесткость шайбы. Шайба жесткая нужна именно для того, чтобы контролировать ход динамика. Она упругая, но при этом жесткая. Я думаю, Леха не прогадал. Хороший саб взял. Сейчас упакую и пойду отправлять, наверное. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Обязательно напишите свое мнение о данном динамике. Всем вам большую удачу в жизни. Чистого и громкого звука. Пока, ребята. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok